В научной библиотеке Тюменского государственного института культуры в секторе литературы по дизайну открылась новая выставка, которая называется «Книги нашего детства». 2 апреля отмечался Международный день детской книги, и вот к этому юбилею или к этому событию выставка была приурочена. Особенностью выставки – это не только показать действительно книжки, изданные в 60-х, 70-х, 80-х годах, но и одновременно показать два уникальных издания. Это к 90-летию журнала «Мурзилки» собрание коллекций, иллюстраций и рисунков выдающихся российских художников-иллюстраторов. Вот этот альбом 1924-2013. И затем сборник художники детской книги о себе и о своем искусстве. Он написан 24-мя выдающимися книжными иллюстраторами, такими как, например, Тырса, Лапшин, Лебедев, Коношевич, Пахомов и другие. То есть те художники, которые иллюстрировали детские книги, на которых выросли не одно поколение россиян. Особо мне хочется отметить, например, книжку Самуила Маршака, 62-й год. Вот там у него циклы знаменитые. Циклы о книжках, веселый счет, азбука и так далее. И вот знаки препинания. Вот книжки, например, книжка про книжки. У Скворцова Гришки жили-были книжки. Без конца и без начала, переплеты как начало. На листах каракули книжки громко плакали. Естественно, художники, иллюстраторы отмечали, что детская книга, рисунки, иллюстрации требуют для ребенка создавать не просто картинку, а чтобы он мог войти в нее и там проживать со своими, с героями этой книги. Поэтому рисунки разной эпохи, они разные, но всегда созвучны детской фантазией и детскому какому-то творчеству. Уникальные совершенно книги, представленные на этой выставке. Во-первых, любопытная книжка, которая называется «Волшебная флейта». В конце концов, кто из нас не слышал арии знаменитой оперы Моцарта «Волшебная флейта»? И вдруг вот у нас книга, текст, сделан переложение Нины Дегтяревой, пересказ с немецкого языка «Волшебная флейта», сказка по мотивам поэмы Кристофа Виланда. То есть само по себе, что вот оно там опера, а здесь книжка, это создает удивительное какое-то пространство информационное. Ну и безусловно, украшением выставки можно считать каждую книгу, но хотелось бы обратить ваше внимание. Вот у нас на средней полке есть книжка, театр, книжка такая объемная. Это рассказывает о походах тюменских российских моряков, открытии новых земель. И рядышком книга необычная совершенно, это Муратова «Два путешествия капитана Беринга». Книга издана накануне войны в 1941 году, в марте подписана к изданию. Книга носит под заголовочек «Для неполной средней и полной средней школы», то есть для учащихся. Как наглядное чтение, она рассказывает об экспедициях Беринга через Сибирь. Здесь же запоминается Стеллер и город Тобольск, и Иркутск, и Красноярск, и Берингов пролив, и гибель командора. То есть, причем эта книга серенькая, на порохой бумаге, газетная бумага, она полна большим количеством карты, рисунки, схемы, изображения. Потому что каждый раз в каждой научной и военной экспедиции был художник, который зарисовывал и берега, которые проходили, и одновременно быт северных народов, и какие-то изображения параллельные к тексту этой книги. Поэтому удивительные у каждого свой мир, свои любимые детские книги. Но вот мы решили предложить нашим студентам, преподавателям, именно такой вариант. Приглашаем познакомиться с нашей литературой.